Два часа до прилета мэра Харькова Геннадия Кернеса, а в аэропорту уже несколько тысяч человек с шариками, приветственными плакатами и флагами. У всех вдруг выходной посреди рабочей недели. И провести его здесь, как уверяют люди, решили по своей инициативе. Встречаем любимого нашего мэра города Харькова. Мы с жителями района, как же Никита сказала. Мы любим его, уважаем Кернеса своего. А за что? За всё. А вот кому-то явно не до Кернеса. Почему приехали встречать городского голову, молодые люди толком пояснить не могут. Вы пригласила организацию молодёжи? Это как это, департамент, да? Скажи, чего, но я не помню. Молодец! 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 Из VIP-терминала Геннадий Кернес выезжает на инвалидном кресле, пока он ещё не ходит. После приветствия сразу делится воспоминаниями о покушении, но не все хотят его слушать. Я помню чётко выстрел и помню чётко мгновение, секунду моих мыслей, что меня убили. И когда я очнулся в хайфе, в больнице, есть такой там, как госпиталь, рамбам называется, я не понял вообще, где я нахожусь. А сегодня я понимаю, где я нахожусь. Я нахожусь у себя дома. Возле аэропорта собрался митинг и против Кернеса. Около 50 человек. Активисты поясняют небольшое количество как раз тем, что День рабочий пришли высказать своё мнение по поводу возвращения городского головы. Стоять с Харьковом! Я нахожусь с Харьковом! Плюс тратинья! Плюс тратинья! Плюс тратинья! Мы поставили в юмористической манере показать, что Харьков не весь за ГЕПУ, что свободные люди в Харькове есть. Смешно, когда люди, которые меняют свою точку зрения, как перчатки, ну это харьковский хамелеон по сути. И мы это прекрасно видим, и мы с этим не согласны. Мы не хотим, чтобы этот человек был лицом города Харькова. Из областной администрации Геннадия Кернеса никто не встречает. Мэр уверен, это неспроста. Мы сегодня видим сознательный раскол для того, чтобы показать, что тут какие-то два лагеря. Я не играю ни в какие, извините, войны или войнушки. Покушение на себя Кернес считает тоже частью войны. Говорит, мол, расследование по его делу не продвигается, и он знает почему. Я могу сказать однозначно, что в этом деле торчат уши людей, которые сегодня работают во властных кабинетах и занимают большие должности в правоохранительной системе. Продлевать больничный Геннадий Кернес не намерен. Говорит, уже здоров и приступает к выполнению своих обязанностей. Сразу после возвращения градоначальник провел первое совещание в закрытом режиме. Мария Жукова, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».